Берешь так вот, что это холодно-железно, то это одинаково. Батареи не теплее, тросточки для ходьбы. На самом деле, сегодня у супружеской четыре пенсионера в праздник. Стало на градус теплее. Обычно в квартире от сил 12-15, сегодня все 16. А так у нас вообще холодище. Вот как вот, видите, тут пуховая шаль, верблюжья жилетка. Тут вот жилетка, и там две кофты и халат. И валенки. И валенки, вот. А как, я без валенок вообще не могу. Ходят в валенках, спят под пуховыми одеялами. 80-летним пенсионерам приходится в буквальном смысле выживать уже шестую зиму подряд. Чтобы не замерзнуть, в режиме нон-стоп работает электрообогреватель. Собственно, как и у других жильцов холодного дома. Одеты постоянно? Да, всегда. Здесь кофт сколько, и сидим всегда одеты. Сегодня сколько температура? А вот 16,5. Это роскошь уже? Утром уже 16, да. То есть постоянно в доме сырость? Видите, что есть. Постоянно по этой все бежит. Проблема ледяных батарей в системе отопления. Ее не промывали. С 1978 года момента постройки здания возмущается старшая по дому и добавляет. Год назад от жильцов сбежала управляющая компания. Расторгла договор на обслуживание. Так и не промыв систему отопления. И сейчас у нас такая вот ситуация, что мы бездомные, так сказать, можно сказать. А почему, в чем была сложность промыть систему отопоснабжения? Я не знаю почему. Он написал нам официальную бумагу, что у него нет специалистов. И что он не может ее промыть. Поэтому договор расторгает. У нас входит вода, например, 58 градусов, а выходит 38 из дома. У нас нет движения воды. Руководитель ресурсоснабжающей компании пояснил, что температура до границ дома соответствует нужным параметрам. Проблема в самой двухэтажке. Директор МУП предлагает жильцам скинуться деньгами на промывание системы отопления. Не думаю, что там речь идет о каких-то баснословных суммах. А какая примерно? На 20 тысяч рублей. Кстати, даже если жильцы и скинутся на ремонт системы, промывать ее в данный момент нельзя. Нужно, чтобы на улице 3-4 дня было не холоднее минус 10 градусов. А судя по погоде, такой роскоши в ближайшие дни не предвидится. Уже завтра в регионе значительно похолодает. Жильцам остается только надеяться на новогоднее чудо, чтобы началась, наконец, новая теплая жизнь. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.